Всем привет, друзья! С наступлением холодов многих начинает беспокоить такой вопрос, как недостаточный прогрев двигателя. Двигатель плохо прогревается, печка не греет, отсюда возникает такой дискомфорт. Давайте вместе рассмотрим, от чего это происходит, когда это нормально, а когда это плохо. Если вы едете зимой по трассе, и у вас температура опускается до 80 градусов, то это еще нормально. Если опускается до 70 градусов, то это уже плохо. Тем более, что на холодном двигателе увеличивается расход топлива. Чтобы было более понятно, давайте начнем с самого начала. Практически все двигатели имеют водяную помпу, или еще называют водяной насос. Если отсоединить водяной насос от блока, там будет такое круглое отверстие. Вот через это отверстие подается охлаждающая жидкость в сам блок. С блока, когда термостат закрыт, вот через этот фланец и вот этот толстый патрубок, охлаждающая жидкость возвращается опять в помпу. Получается своего рода такой малый круг. Охлаждающая жидкость двигается по малому кругу. С блока также выходит патрубок на отопитель, вернее на радиатор отопителя. С радиатора отопителя идет на подогрев коллектора и обратно возвращается на помпу. Радиатор отопителя работает в любом случае, хоть охлаждающая жидкость двигается по малому кругу, хоть по большому. Что происходит дальше? Как только температура повысится более 87 градусов, тут еще зависит от термостата, у меня стоит на 87 градусов, он начинает открываться и начинает поступать охлаждающая жидкость с радиатора. То двигалась она охлаждающая жидкость по малому кругу, вот через этот патрубок, то теперь она будет заходить в радиатор по большому патрубку и выходить снизу. Так вот, причиной плохого прогрева двигателя или недостаточного прогрева может быть термостат. Если он не будет до конца закрываться или будет постоянно в открытом или при открытом состоянии, то охлаждающая жидкость будет двигаться по большому кругу через радиатор и двигатель будет плохо греться. Если у вас антифриз постоянно идет по большому кругу, то когда вы едете на скорости по трассе, встречный поток воздуха просто выдувает тепло из радиатора, а отсюда в салоне холодно и плохо греет печка. Многие спрашивают, как так может быть, у меня температура падает до 80 градусов. У меня такое тоже бывает, если на ровной дороге по трассе, я еду там 90-100 километров, и есть небольшой спуск, то температура может в морозный день упасть до 80 градусов. Если появляется небольшой подъемчик, то двигатель как бы напрягается, и температура поднимается где-то к 87 градусам. Это нормально. И еще один важный момент, это радиатор отопителя. Он имеется практически на всех машинах, и это тоже не что иное, как радиатор охлаждения. Вы включаете печку, и охлаждающая жидкость, естественно, охлаждается от вентилятора. Еще одна причина охлаждения двигателя, это неисправный датчик включения вентилятора. Он может как слишком рано включать вентилятор, так слишком поздно выключать. Иногда в настоящей машине проверяйте, при какой температуре у вас включится вентилятор, и при какой выключится. Сейчас я покажу самый простой способ, как проверить включение термостата. Значит, у нас имеется два патрубка, верхний и нижний. Пока термостат у нас не открылся, у нас нижний патрубок должен быть холодным. Машина прогрелась, у меня где-то примерно 70 градусов. Вот патрубок, который идет на помпу, он горячий. Нижний патрубок, который выходит с радиатора, он все еще холодный. Значит, термостат работает, он в закрытом состоянии. Когда температура дойдет до 87 градусов, он откроется. Если у вас греются одинаково патрубки, то значит термостат у вас не работает. Как только термостат откроется, охлаждающая жидкость пойдет по большому кругу, и нижний патрубок начнет греться. Так, наблюдаем за температурой. Сейчас, как только будет больше 85 градусов, термостат должен открыться. Если у вас термостат будет постоянно в открытом состоянии, то машина будет очень плохо прогреваться. Видите, температура на улице где-то минус 10 градусов, и двигатель греется долго, несмотря на то, что термостат у меня исправный. Я специально не включаю печку. Если включить печку, то радиатор отопителя также будет охлаждать антифриз. Машина прогреваться будет еще дольше. А вообще не надо ждать полного прогрева двигателя. Немножко температура поднялась, можно садиться и потихоньку ехать, не спеша. На ходу двигатель прогреется быстрее. Так, значит я проверил, у меня термостат работает. Значит суть в чем, если вы завели холодную машину, и у вас верхний патрубок начал греться практически одновременно с нижним, который выходит из радиатора, значит термостат у вас неисправен. Он в открытом состоянии. Нижний патрубок должен начинать греться, ну где-то больше 80 градусов, когда у вас будет на щитке приборов. Если раньше он греется, значит термостат у вас не держит. В домашних условиях проверить термостат тоже очень просто. Берем, наливаем воду в кастрюлю, доводим до кипения, отключаем и кладем туда термостат. Смотрим, как он будет открываться. После того, как термостат откроется, достаем его из кастрюли и наблюдаем, как он закрывается. Эту процедуру можно повторить 2-3 раза. Если термостат открывается и закрывается, значит он исправен. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!